Добрый вечер, дорогие друзья! Но сначала хочу спросить, было ли в вашей жизни такое? Вы что-то потеряли, долго искали и, наконец, нашли? Было. Я когда-то потерял свою книгу о рыцаре. Я долго ее искал, а потом вспомнил, что ее отдал своему другу. А когда друг мне ее вернул, я так был рад, что заново ее перечитал. А я когда-то потеряла котенка на даче. Я долго искала, что даже плакала. А потом котенка нашли соседи, и я перестала плакать. Значит, вы знаете, что такое потерять, долго искать и найти что-то дорогое сердце. Знаем. Вот так и христиане в первые века очень долго искали и не могли найти крест, на котором распяли Господа нашего Иисуса Христа. Крест – это не просто ценная вещь. Крест – главная святыня для верующего человека. И они все-таки крест нашли? Нашли. В IV веке в Римской империи правил царь Константин Великий. Он поручил своей матери Елене отправиться на поиски креста Господнего в Иерусалим. Поиски были очень сложными. Один старый житель Иерусалима рассказал, что на месте языческого храма Венеры когда-то была Голгофа – место, на котором распяли Господа нашего Иисуса Христа. А это значит, что где-то там должен был быть крест. Царица Елена повелела разрушить языческое капище, и под ним нашли животворящий крест Господень. Как же были рады христиане! А что было дальше? Потом патриарх Макарий взял крест и стал поочередно поднимать его на все четыре стороны света, чтобы верующие могли поклониться Великой Святыне. В иконе видно, как это было. Да. Вот царь Константин Великий, а вот царица Елена. Православная Церковь не зря назвала их равноапостольными, ведь благодаря им мы обрели животворящий крест Господень. А сколько людей собралось, видимо и невидимо? Это похоже на то, как вчера батюшка на вечерний поднял высоко крест и благословил нас, людей, а потом положил его на аналой. А крест был такой красивый, весь украшенный цветом. В честь этого события наша Православная Церковь решила отмечать День Крестовоздвижения, который стал одним из двенадцати больших праздников. Празднуем мы воздвижение честного и животворящего креста Господня каждый год в один и тот же день. И этот день – 27 сентября. Саша, что только один день. На самом деле, значение креста в жизни христианина настолько велико, что для его почитания одного дня, конечно же, недостаточно. Точно. Вот батюшка после службы дает нам целовать крест. Верно. А еще одна из недель Великого Поста называется крестопоклонной. Для поклонения верующим из алтаря выносится крест. А еще у нас крестики на шее. Это тоже очень важно. Наши маленькие нательные крестики – это видимое исповедание православной веры. Крестик мы носим не для красоты и не для моды. Они могут быть самыми простыми – деревянными или металлическими. Главное, чтобы мы носили их с благоговением. А в этот праздник дарят подарки? Если вы хотите поздравить с праздником родных или близких, конечно, можно подарить им подарок. И я даже знаю, какой подарок я могу сделать вам. И какой же? Я научу вас за несколько минут делать очень красивую закладочку в ваши молитвословчики. Хотите научиться? Хотим. Тогда слушайте внимательно. Нам для этого понадобится бумага двух цветов. Вот такие полосочки. Из цветной бумаги, которая пойдет на верхний слой закладки, мы должны вырезать крест. Смотрите, мы вот так полосочку складываем пополам. И аккуратненько вырезаем крестик. Арсений, берите клей. Ты сейчас будешь приклеивать одну полосочку к другой. Сейчас покажу вам, что получилось. Вот, смотрите. Вот это верхняя часть нашей закладки. Теперь Арсений намазывает клеем с этой стороны эту полосочку. И теперь аккуратненько клеим сверху второй полосочки. И теперь дальше сейчас выровняем. Поправляем. Анисия готовься. Будешь ты помогать. Вот, посмотрите, что у нас получается. И теперь осталось украсить наш крестик. Смотрите, у нас для этого есть вот такие вот наклеечки. Цветочки красивые. Анисия, давай. Вот, начнем с каких? С желтеньких. Ты держишь идеально. Арсений может помогать нам отклеивать бумажечку. Вот, смотри. Вот здесь клеим. Получается? Держи цветочек. И клей вот тут, возле уголочек. Арсений клеит вот здесь, чуть-чуть ниже. Вот тут рядышком клей. Хорошо. И последний цветочек. Завершение. Теперь давайте покажем, ребята, какая закладочка у нас получилась. Вот такая закладочка у нас получилась. Мой молитвослов подойдет в самый раз. А я научу такие делать закладки своих подружек. Обязательно сделайте закладочки. Это так здорово, когда в ваших духовных книгах будут вот такие красивые закладки. А я положу эту закладочку в мою любимую книжку. Мне мама будет лечить перед сном. Это замечательно. И уже, кажется, пришла пора прощаться. А завтра придет пора прийти к тебе снова, Дуняша, в гости. Мои двери всегда открыты для вас, мои дорогие. Тогда до встречи, Дуняш. До встречи, девочки и мальчики. Всем приятных снов и ангела-хранителя. Ночь вздыхает сладко-сладко. Звезды светятся в окне Малыши в своих кроватках Улыбаются во сне Дремлет облака в постели Спят игрушки и цветы, Детям лунной колыбели Снятся сказочные сны. Белокрылый ангел сон твой охраняет Над тобой кружится и благословляет Прикоснется нежно в небо улетая Сладко спите, дети, баю-баю-баю Сладко спите, дети, баю-баю-баю Прикоснется нежно в небном поблагодарю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова